Вы смотрели фильм «Три плюс два»? А вы смотрели оба фильма «Три плюс два»? Вот это редчайший случай, когда у киноленты, снятой на благословенном крымском побережье, есть два довольно непохожих варианта. А самое интересное, что различаются они не только размером кадра, продолжительностью и нюансами актерской игры, но также целыми вырезанными эпизодами, увидев которые немногие смогут утвердительно ответить на вопрос, «А вы точно полностью видели фильм «Три плюс два»?» Надо заметить, что пасьянс из будущих звезд советского кино сложился не сразу. Фильм делали совместно с Рижской киностудией, поэтому многочисленные претенденты на немногочисленные роли были вынуждены проходить отбор в Латвии. Испытание режиссер Генрих Аганесян придумал соответствующее своему характеру, ну и жанру будущей картины. Что это? Читайте. Самодеятельность, на. Началось с того, что нормально, как вызывают, всех артистов вызвали. На площадку прилетели мы в Ригу. Что это? Читайте. Самодеятельность, на. Крым, новый свет, завод. Ну-ка, читай вслух. И отбор, поскольку он человек был с юмором, вёлся, артисту сразу говорит, вот если выговоришь название местности, где мы снимаем, значит, ты будешь пробоваться. Если нет, сейчас покупаем билет, обратно и отсылаем. Я ему выговаривал, даже во сне могу сказать. Клаб Каунсенс. Судя по всему, осилили эту непроизносимую латышскую комбинацию самые талантливые. Хотя сегодня трудно представить, что дикция подвела таких актрис, как Конюхова и Олешникова. Они, кстати, тоже пробовались на женские роли в этой картине. Так или иначе, ближе к концу лета 62-го года, после долгих смотрин, была определена счастливая пятёрка. Нилов. Сундук. Жариков. Дипломат. Миронов. Ветеринар. И две Наташи. Фатеева. Укоротительница. И Кустинская. Актриса. Кстати, когда в ноябре в Крыму резко похолодало, съёмку части эпизодов провели в павильонах Рижской киностудии. Например, сцены в палатке и в салоне 21-й Волги. Сцена, когда гроза идёт, и он прыгает в машину туда, а Миронов говорит, вот Джексон явился. О, Джексон явился. Ух, Рижова-то, она спушевалась, да? Это что, пушуешь? Так вот, чтобы мне прыгнуть из машины сверху якобы в машину, надо было отпилить переднюю часть Волги. Её отпилили, и тогда я туда запрыгивал. И ещё одна деталь. Музыку к фильму написал композитор Андрей Волконский. Именно его имя и значится в титрах. Правда, когда дело дошло до монтажа, проходил он в Риге, выяснилось, что аранжировки композитора абсолютно не устраивают режиссёра Ганесяна. Надо было срочно искать выход. И пригласили Раймонда Пауса. А тогда, извините, Раймонд Паус был Лабухом в ресторане. Он вызвал Лабухов из ресторанов Риги в Паус. Мы как на концерт ходили в зал звукозаписи и смотрели, слушали, что они творили, ребята. Вот здесь эта музыка потрясающая совершенно в картине исполнена. А это вот были Лабухи тогда. И Раймонд Паус из ресторана его тоже взяли. И вот мы собирались в номере, приходил Раймонд Паус, он играл, мы шумели, выпивали, приходила милиция. Мы нас утихомиривали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова